Пятничный ежиток. Пятничный ежиток. Это место, где мы с вами общаемся про российский футбол вообще в целом. Не только про локомотив, хотя в локомотив, конечно, остается нашим пристальным объектом внимания, но вообще про весь российский футбол. Благо, тема у нас сегодня прям благодатная. Поэтому, собственно, я позвал вас на онлайн, а не стал это записывать в виде бусти подкаста. Да, как должно было быть вообще по идее. Закрылось трансферное окно. Команды в разной степени усилились. Сегодня все посмотрим, все трансферы обсудим. Но начнем с локомотива. Собственно, именно эта часть, судя по всему, и попадет в YouTube. Поэтому привет, ютуберские. Здорово. Не забывайте подписываться на ВАСТ, в Телеграме, на мой канал. Может быть, даже в чатик заходить. Локомотив. Да, здесь мне даже шпаргалка не нужна. Писал вчера в бусте как раз материал по поводу трансферного окна локомотива. Локомотив провел эту трансферную кампанию сбалансированно. Локомотив потратил примерно 13,2 миллионов долларов на приобретение футболистов. Локомотив получил со стороны 13 миллионов долларов. Ну, 13,2 миллиона евро. 13 миллионов евро пришло в обратную сторону. Миллион за кухту, 12 миллионов за бека-бека. Если посмотреть на то, кто ушел из локомотива, то там мы увидим... Итак, локомотив отдал в аренду кухту. Локомотив продал беку. И отдал еще несколько ребят помоложе. Рыбуса, в частности, закончился контракт. Не помоложе, но тоже отдал. Если смотреть по прошлому сезону, кто из этих игроков, тех, кто ушел из локомотива, были твердыми игроками основного состава, то это Мац и Рыбус. И это Ян Кухта. Даже бека-бека так основным игроком локомотива и не стал. Хотя, конечно, мы его относим к игрокам явно обоймы стартового состава. Совершенно не удивлялись тому, что там бека-бека в этом стартовом составе появлялся. Других ребят, которых мы отдали, например, Дмитрия Рыбчинского, Максима Петрова, Сергея Бабкина, Александра Сельянова, мы скорее удивлялись, когда они попадали в стартовый состав локомотива. Когда их не было там, ну, это воспринималось нормально. То есть, фактически, да, локомотив этим летом лишился трех игроков, которые прям вот можно считать игроками старта, игроками основной обоймы, те, на которых локомотив рассчитывал. Если мы смотрим на игроков, которые пришли в локомотив, соответственно, этим летом, то мы увидим шесть футболистов. Давайте я вам сейчас все это открою. Локомотив, локомотив, трансферы, олл трансферс. Петрини, Лукас, Фасон, Митайра, Каньяц, Кузьмичев, Игнатьев, ну, и Савин, который пришел из Казанки, это не считаем. Шесть человек. Из этих шести человек пятеро твердо претендуют на то, чтобы играть в основном в составе локомотива. Да, то есть, за исключением Марку Ракониц... Спасибо огромное, флофломастер, спасибо большое. Марку Ракониц точно не претендует на основу. Я думаю, что, ну, как минимум там до зимы мы не ждем Марка. Если там дальше он там что-то как-то себя проявит, окрепнет, начнет мячи принимать, начнет как-то получше влиять на игру, то окей, может быть, в определенных матчах действительно Раконьяц будет заходить. Пока это игрок, который должен выходить там на последние 15 минут для того, чтобы создать панику в чужой штрафной. Но все остальные, все остальные игроки, я их жду так или иначе в старте. И это означает то, что у нас на трех ушедших пятеро игроков, которых все-таки ждешь. К сожалению, фасон травмирован, и, опять же, ждать его не приходится. Да, то есть, получается, четыре. Но когда-нибудь... Просто спасибо за то, что ты делаешь. Мой подписчик посоветовал тебя около года назад. С тех пор смотрю регулярно. Спасибо большое, Григорий. Спасибо большое. Григорий Баженов. У него собственный канал есть, Fury Drops. Там он не совсем про локомотив рассказывает, совсем не про локомотив, скорее, но тоже очень познавательно. Так что заходите, смотрите, просвещайтесь. Спасибо, спасибо большое. Давайте не будем меня сейчас прерывать донатами. Я скажу свою мысль и уже отправим этот ролик на YouTube и будем уже общаться, как старые добрые друзья. В целом, получается то, что локомотив количественно, по крайней мере, не просел. Количественно, скорее даже, усилился, потому что так или иначе фасон поправится. Остальные игроки начнут уже попадать в основной состав. И в целом, по идее, ощущение то, что локомотив чуть-чуть, ну, стал сильнее по сравнению с прошлым годом. И это важный момент, потому что, когда мы будем сейчас смотреть другие команды и сравнивать, кто пришел на место тех, кто ушел, мы увидим жесточайшее проседание. У локомотива, по сути, по составу проседания нет. Есть ли усиление? Будем смотреть. Пока есть определенные вопросы. Парни молодые. И как они себя будут проявлять? Естественно, это мы еще толком не знаем. Ну, как минимум, по Ивану Игнатьеву. Знаем, что Ваня Игнатьев, начнем, давайте, с него. Пришел бесплатно, фри-трансфер, ничего за него не заплатили, на очень небольшую зарплату, и он становится нашим главным нападающим. К сожалению, Яна Кухту, который внезапно ушел в конце июня, мы не смогли заменить игроком того же уровня. Видимо, сейчас это, ну, практически нереально. Был слух про Матеуса Даво, которого сватают в Россию, и Матеус Даво — это клиент Еленко Спортс, того самого агентства, которому принадлежит Малком, которому принадлежит Педриньо. Соответственно, вполне возможно, что Матеус Даво — это тоже был вариант, которым интересуется Локомотив. Но Матеус Даво решил не покидать свой клуб в серии Б бразильской, и по факту мы остались с одним нападающим Иваном Игнатьевым. Это тревоживающий факт, потому что случись, что с Ваней, у нас девятки нету в принципе. Ни Джерана Керк, ни Уилсон Исидор, ни Камано, ни Педриньо — это не игроки девятки, это не те футболисты, которые борются внутри штрафной за мяч, ловят мельчайшие мгновения для того, чтобы пробить, или, да, там, выскочить из-за спины защитника для того, чтобы сыграть на опережение и послать мяч с трех метров ворота. Да, это все футболисты, которые атакуют из глубины. Керк, Камано, Исидор — они могут убежать, если ты им дашь передачу, они могут убежать, выйти под углом один на один и забить гол. Но это не центральные нападающие. К сожалению, на данный момент, по итогам летнего трансферного окна, мы остались только с Иваном Игнатьевым. Затащит он нам или не затащит — большой вопрос. Есть скепсис в отношении Ивана Игнатьева. Пока он оправдывает ожидания, пока он в целом играет хорошо. Пока у меня нет претензий по матчам. Насколько это может продлиться долго? Вернется ли он на свой уровень и станет стабильно играть хорошо? Или, наоборот, это только сейчас всплеск, а дальше травма, какая у него, кстати, была в крыльях советов. Он же, в принципе, в крыльях советов тоже начал с забитого гола, а потом травма и пропустил два месяца. Не знаю. Будем смотреть, скепсис есть. Но в любом случае подписание за 0 рублей человека, который уже сделал хэт-трик, это как минимум точно не может быть плохо. Дальше. Лукаш Фасон. Пойдем по хронологии. Лукаш Фасон — игрок, который, к сожалению, получил травму крестообразных связок перед самым концом первого тайма матча с Ростовом. И, блин, как же это обидно. Потому что Лукаш Фасон показался игроком просто экстра-класса, несмотря на то, что ему всего 21 год. Он феноменально читал игру. Он отдавал шикарнейшие передачи, длинные передачи, разрезающие передачи. Он отметился голом в матче с «Динамо» товарищеским. То есть он и на стандартах в целом неплохо соображает. Меня сильнее всего поразило, как он сохраняет концентрацию. То есть он выскочил просто на этот мяч в матче с «Динамо», когда все стояли и думали, а куда же этот мяч попадет. А Фасон уже увидел, куда он летит, и двигался навстречу ему. И то, как он выбирает позицию. Вот такого выбора позиций, такого чтения игры я не видел со времен «Ведра на Чорлуке». А это очень высокий уровень, это очень высокая похвала от меня. К сожалению, травмировался, вернется только уже к зиме, потому что кресты уже полгода в любом случае. Но зато он зимнюю предсезонку пройдет целиком. С командой травмировался он в самом-самом начале. Ну, в середине июля фактически, да, 6 месяцев. Закончится в середине января. Как раз будет время на то, чтобы набрать форму, набрать кондиции и порадовать нас во второй половине сезона. Ну что, этот трансфер я оцениваю очень высоко. На 8, на 9 из 10. Просто по тем матчам, что я видел. Видели фактически 2,5 матча. Плюс нарезки из его предыдущих игр. Оцениваю прям сильно высоко. И точно так же, как высоко оцениваю Фасона, так же низко оцениваю, к сожалению, трансфер. Раканьяцца были большие сомнения. И в момент его перехода казалось, что, ну, единственное, фактически, зачем он нужен Раканьяц команде, это игра головой. Мы очень сильно проседали в этом моменте. У нас нету фактически голов головой в нашем арсенале атаки. Ни Смолов не забивал головой, ни Кухта не забивал головой, ни там Камано. Забил, конечно, в матче с Химками, но мы не ждем от Камано сильных точных ударов головой. Ваня Игнатьев, в принципе, головой играть может. Но, опять же, не его там сильная сторона. Раканьяц должен был исправить эту фишку. Но все остальное говорило против Раканьяца. Все остальное говорило о том, что Раканьяц это игрок, который один фактически год проводит на высоком уровне, у которого есть определенные проблемы с интенсивностью игры, так скажем, с тем, чтобы быть центром игры Чукаричек, из которых он приходил. Да, ну то есть получается такой наконечник, который не всегда прям вот хорошо играет в финальной фазе. При этом он возрастной. То есть если бы ему было как Митаю лет, я бы слово против не сказал. Но ему уже 21 год или 22 марку Раканьяц. 22 года. 22 года. И это много. Для его уровня это много. То есть вот такого уровня парень в 19 лет, это хорошо. В 22, но это уже поздно. Поэтому у меня очень большие сомнения на то, что Раканьяц станет приносить пользу Локомотиву. И на данный момент я его не вижу рядом с основным составом. Я скорее ожидаю, что Вадим Райков начнет быстро прогрессировать и уже займет игровое время Раканьяца. Далее у Локомотива было долгое затишье. Цорн что-то все искал, 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 искал. И нашел Марио Митая. Марио Митая левый защитник, игрок сборной Албании. Даже дебютировал за сборную Албании. И для своих 19 лет выглядит очень прилично. Да, кажется, что в 19 лет по-любому будет ошибаться. По-любому еще не готов к взрослому футболу. Тем более, что он и за Айк током не играл. Играл в основном за Айк 2. Но по первым матчам очень солидно выглядел. Хорошие передачи отдавал. Не тушевался в борьбе. Пасовал когда надо. Пока не то, чтобы куда надо. Но, да, это все придет вместе с сыгранностью. Трансфер Митая мне нравится. Трансфер молодого игрока сборной. В любом случае это всегда плюс. Я надеюсь на такие трансферы и в дальнейшем. Неожиданный трансфер. Прям вот под занавес трансферного окна. Никто не понял в чем смысл. Но это трансфер Ивана Кузьмичева. Гигант из Урала. Молодой. Тоже ему 21 год. В октябре 22 исполняется. Ну, для российского центрального защитника. В любом случае это считается молот. Купили за небольшие деньги. Но вопрос, почему и зачем купили сейчас, он остается. Есть два основных варианта. Вариант номер один. Это локомотив переходит на схему в три центральных защитника. Поэтому им нужен вот такой вот большой центральный защитник-столб. Рядом с которым будет, например, Едвай и Митай бегать, прессинговать, отбирать мячи и ходить вперед. Либо второй вариант, это то, что ЦОР не нашел центрального полузащитника. И для того, чтобы все-таки, если так понадобится, центральный полузащитник у него был, туда будут передвигать Макеева. Ну, соответственно, центральный защитник Кузьмичев. Получается, у нас есть опция такая. Да, то есть, сдвинуть Макеева наверх, так как у тебя не получилось найти нормального центрального полузащитника. Но история тоже попахивает таким вот абсурдизмом. И не то, чтобы сильно локомотив от этого усиления получит. Потому что Макеев в опорной зоне, это тоже не усиление в центре поля. Хотелось бы сильный центр поля с хорошим футболистом, который там может обыграть, пойти вперед, пробить, забить, отдать пас. Пока этого всего у нас вот один карпукас за всех. И отбирать, и передачи вперед отдавать. Но маловато этого для того, чтобы стабильно очки какие-то зарабатывать. И последний трансфер, который уже мы мониторили непосредственно в последние часы трансферного окна. Это Педриньо. Ну, я не сильно зацикливаю внимание на предыдущих трансферах, потому что мы про них много говорили в свое время. Будет... А, не будет у меня переход на трансферы. Это Педриньо, собственно, уже едет в автобусе в Воронеж. Наверняка уже приехал, заселился, троллит Макеева в своих... ...сторис, инстаграма. В России заявлен как Педро Габриэль, первые его имена. В Бразилии больше известен как Педриньо. В его профиле трансфермаркта левый вингер как основная позиция, атакующий полузащитник и правый вингер отмечены. Вообще он правша, поэтому почему левый вингер и его основная позиция, вопрос открытый. Он очень много матчей провел как правый полузащитник, именно атакуя справа. Потому что, ну, потому что правша, что тут сказать. И, ну, вот так вот выглядит его послужной список. Левый вингер 33, левый мидфилдер 15, атакующий полузащитник 12. На центр форварде 10 матчей и 0 забитых голов. Правым вингером 7, правым полузащитником 2. Ну, короче, да, левым вингером, левым полузащитником его использовали часто. Но, на самом деле, вот я много матчей в итоге посмотрел в нарезках. И там он атакует именно из правой зоны. Разносторонний, развитый молодой человек, в принципе, может сыграть где угодно. Но, когда мы говорим про левого вингера правшу, мы имеем в виду то, что он будет смещаться с левого фланга в центр и бить с правой ноги. Потому что отдавать передачи с правой ноги не очень удобно. С правой ноги ты с позиции правого вингера должен отдавать передачи, а с позиции левого бить поворотом. Научился бить поворотом Педриньо только уже в Америке. Как мы знаем, он принадлежал Red Bull Bragantino. Его отдали в аренду в Америку у Минейра, где он, наконец-то, начал забивать голы. Он, да, давайте посмотрим его карьеру, которую я успел изучить. Вот он в матче с... Господи, в сезон 19-20 проводят за Атлетико Парнаенце. И в целом говорят то, что парень неплохо смотрелся за Парнаенца. Не что-то гениальное, но для своих, там, 19 лет за Парнаенца он смотрелся нормально. Его высоко котировали. Собственно, за это... Да, вот он много, видите. 1, 2, 3, 4, 5, 6 голов забил. Может быть, иглевых передач отдавал. Но, короче, за это его покупает... А, это уже его в Осте футбол клаб отдавали. За это его покупает Red Bull. Red Bull команда, которая собирает таланты по всей Бразилии, как мы это прекрасно знаем. И Бразилия в этом плане не исключение. Оттуда Клудинио переходил. И много кто еще там уже успел засветиться. Потому что увидели в нем талант. Но этот талант в Red Bull он никак совершенно раскрыть не смог. У него очень мало матчей за Red Bull. Еще меньше реально каких-то качественных действий. Вот, его выпускают 6 минут, 2 минуты, 5 минут. Да, вот есть такие вот матчи, в которых он атакующий полузащитник, нападающий и 0 голевых действий. Но в целом мы видим, что огромное количество матчей просто на скамейке сидел, играли другие люди. И вроде как говорят о том, что ну что-то в парне есть, но у нас футболисты сильнее. Мы других развиваем. И отправляется он уже в аренду в Атлетико Минейро, где наконец-то его пробивает. И он начинает забивать в серии А. Хотя, опять же, вот мы видим большой промежуток времени, когда нет голов. Мы видим, что он забивает в копе Бразил. Мы видим, что он их забивает в Либертадорос, в кубке Либертадорос. Неплохой парень. Реально неплохой парень. Я на бусте делал нарезку и показывал голы. Он бразилец. Этим все сказано. У него бразильская техника играет обеими ногами совершенно спокойно. Да, правша и старается действовать правой ногой. Но если надо пробить левой ногой, у него удар получается плотным, мощным, хорошим. Летит обычно близко к створу ворот. Иногда срываются, но в целом старается попадать. Чуть все хуже с передачами. Он и получает мало передач. Это означает, что он не так активно открывается для получения передач. Он старается в завершении в итоге сыграть. И отдает мало передач. Это тоже проблема, что он в большой степени единоличник. То есть он примет мяч и будет тащить его вперед. А если ты тащишь его вперед, то высока доля вероятности, что ты его просто потеряешь. Такого, что он прям постоянно там перепасовка, тики-така, получает много передач, отдает много передач. Это вообще не про него. Хорошая техника, много обводок, удары есть. Пасы, разрезающие пасы, навесы не про него. Посмотрим, что он может дать локомотиву. Точно совершенно жду его очень близко к основе, потому что тонкости и понимание игры в Педриньо гораздо больше, чем в Камано, Керке, вместе взятых. Да и, наверное, больше, чем в Антоне Мерчуке, хотя Тошу в плане головы котирую высоко. Как проявит себя? Посмотрим. Понравилось то, что уже сейчас едет в Воронеж в автобусе. То есть не нужно много времени на то, чтобы он там адаптировался. Может быть, прямо в Воронеже ему там дадут 10 минут. Может, сыграет много времени в матче с Краснодаром в следующую среду. Может быть, выйдет на Спартак. Но то есть это не будет так, что мы купили, а увидим его только через месяц. Это радует. В целом оценка трансфера высокая. Хотя все равно, конечно, от трансферной кампании ожидал, что появится какой-то классный игрок в атакующую линию. Не появился. В обороне появился фасон, и я кайфовал от его игры. В атаке не появился. Педриньо хороший игрок, но когда смотришь на игры какого-нибудь там, опять же, Клаудиньо, когда смотришь на Мойзеса, Квинси Промеса, Захаряна, понимаешь, что в атаке у соперников наших всегда есть какой-то один дикий просто футболист, который может сделать результат. В Локомотиве сейчас нету дикого футболиста, который в одиночку сможет сделать результат, когда вся команда разводит руками. Только коллективные действия. И такой нужно. Такой футболист все равно нужен, без него тяжело играть. Ты можешь сколько угодно иметь хороших футболистов, но у тебя, например, есть Ману Фернандеш, который зарядит с 30 метров и забьет гол. Или у тебя есть Джефферсон Фарфан, или у тебя есть Алексей Миранчук. Каждый из них может в одиночку соорудить гол из ничего. Сейчас в Локомотиве футболистов, которые могут в одиночку соорудить гол из ничего, их нет. Чтобы убежать Керку и Камано, нужны передачи. Чтобы Игнатьеву забивать, нужно, чтобы его снабжали мячами. Чтобы Антон забивал, нужно, чтобы кто-то пенальти заработал. По идее, гол из ничего может родить Рефаджи Малединов, но у него порван Ахилл. И так и живем. К сожалению, для Локомотива это большая проблема, и трансферное окно ее не исправило. Поэтому, в целом, я не то чтобы недоволен трансферным окном, оно нормальное получилось. Как я вначале сказал, что Локомотив как минимум не ослабился, а если усилился, мы посмотрим дальше на то, как эти игроки будут себя проявлять, усилился он или нет. Но шага вперед Локомотив не сделал, и это грустная история. Вот, это то, что я имею сказать про Локомотив. Давайте ваши вопросики быстро прочитаем и перейду к другим командам. Тим, привет, добавь потом запись на YouTube, хочется посмотреть стрим, но еще больше хочется спать на YouTube, что-то да будет. Так, 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 так. Так, тем привет, посмотрел нарезку Педриню, бросил в глаза, что у него все плохо с ударами. Мяч скачет, как полуспущенный, до вратаря, но очень хорошей передачей вырезает, вроде как и умеет навешивать. Техника не обделена, что думаешь. Но вот нарезка, которую подготовила Эленка Спорт, она действительно создает вот такие вот ощущения. Хотя, ну, технические нарезки, когда ты смотришь именно все действия человека в последних матчах, вот, например, Digital Scout Тимофей Ушанский в своем Телеграме дает именно техническую нарезку. Вы можете увидеть, что, ну, с ударами у парня нормально, что он умеет плотно бить, мячи хорошо летят, близко к воротам и частенько залетают. Некоторые из голов я в чатик выкладывал, потому что, ну, они прям красивые. Если у вас нету возможности на бусте подписаться, можете в чате найти голыб, где он там с 30 метров забивает, где он аккуратно кладет мячи с линией штрафной, очень точно и под штангу. А я очень люблю, когда игроки не бьют на силу. Помните последний сезон Леши Мирончука в Локомотиве, когда он долго-долго не забивал, а потом ему, судя по всему, рассказали, что, Леша, перестань бить на силу, тем более с неудобной ноги. И у тебя есть левая нога. Просто аккуратно закидывай своей левой ногой мячи в ворота. И он как начал штамповать, и просто в каждом матче по голу по два. Не сильными ударами, но в уголок, в те зоны, в которые вратарь не дотянется. И он продолжил это делать, и мы сейчас видим, что Алексей Мирончук не пытается бить на силу. Алексей Мирончук спокойно, хладнокровно закидывает мячи в ворота. Здоровье ему, надеюсь, что скоро уже увидим его снова в матче за Турино. И Педриньо, в общем-то, тоже в ряде эпизодов, где не нужно было бить на силу, бил на точность и аккуратно вкладывал мяч в ворота. Другое дело, что, да, если бы он умел это ставить на поток, то он бы не играл в Америке Минейро в аренде из Red Bull Bragantino. Он играл бы в самом Red Bull, и у него было бы там 10-15 забитых голов. Посмотрим, посмотрим. Пока сложно сказать точно совершенно, есть определенные задатки. Но мы все прекрасно знаем, что там, не знаю, Камано по нарезкам бил по девяткам после смещений, просто как рукой мячи закидывал один за одним. Где это все? Сейчас мы ни одного нормального удара Камано с дистанции не видели, наверное, за все это время. А он вроде как умел. Вот, может быть, и Педро Габриэл покажет, что он умеет. А может быть, окажется, что действительно бьет по мячу, а мяч до ворот не долетает. Как знать. Может быть, и два и справа будет играть. Может быть, и будет. Я в своих фантазиях рисовал схему 3-5-2. То есть мы берем 3-5-2, одного опорника чуть-чуть отодвигаем назад, одного нападающего отодвигаем чуть-чуть назад, потому что у нас нет классического второго нападающего. У нас есть... Ладно, давайте сначала начнем с самого простого. Худяков. У нас есть, допустим, Кузьмичев или Макеев. Да, такие вот якорные центральные защитники, которые больше нацелены на оборону, которые никуда не будут бегать, которые всегда будут первую волну атаки встречать, так сказать. У нас есть Е2 и справа, и у нас есть Митай слева. Чем это хорошо? И тот, и другой умеют играть центральными защитниками и умеют играть крайними защитниками. Что Е2 обладает опытом крайнего защитника, что Митай обладает опытом крайнего защитника. Е2 правша, Митай левша, и они могут спокойно двигаться вперед, подключаться, помогать, и останется 2 центральных защитника. Более чем достаточно. Либо, соответственно, вот так вот это будет. Митай поднимается вперед, здесь остаются 2 центральных защитника. Либо если оба поднимаются вперед, то сюда опускается один из опорников, и мы вот такую структуру атакуем, да, ну то есть вот такие вот классические вещи. Это очень полезно, потому что реально и Митай, и Едвай могут уходить вперед, но когда оборона, они три центральных защитника тоже с опытом игры центральными защитниками. Дальше, естественно, естественно, Карпукас без него вообще сейчас никуда. Дальше у нас две восьмерки, и здесь есть различные варианты, и это хорошо, что наконец-то у нас есть различные варианты, как это все можно строить. Один из них это Баринов, другой из них это Мардешвили, либо Антон Миранчук. Мардешвили, больше вариант на топ-матче, да, у нас получается такой жесткий треугольник, в котором, ну, который реально тяжело пройти. Все трое хорошие опорники в плане отбора мяча. Либо, если нам нужно атаковать, то мы здесь даем Антона Миранчука, который поднимается чуть выше, чуть-чуть освобожден от защитных действий, пять человек на оборону, нормально. Плюс к этому у нас справа может играть Керк, слева может играть Исидор, по центру как раз атакующим центральным полузащитником Педриньо, ну и нападающий Игнатьев. Вот такая вот схема вырисовывается, выглядит она, как мне кажется, довольно-довольно красиво. Вполне допускаю, что что-то подобное мы увидим. Ты считаешь, что Мага лучше играет в защите? На 100% я уверен, что Макеев гораздо лучше играет центрального защитника, когда ему не нужно ничего особенно придумывать. Ему не нужно постоянно созидать, думать о том, куда двинуть мяч, какую зону перекрывать. Макеев хороший центральный защитник, на 100% в этом убежден. И очень средний центральный полузащитник. Он может эту позицию закрыть, но я бы предпочел, чтобы он этого не делал. Шалом, президент Райо подрался с агентом Де Томаса на переговорах. Они обсуждали комиссионные. Америка выше в таблице, чем Рэдбул. Могут, как Напы, использовать центрального даже. У него есть матчи, когда он играл центрального нападающего. Когда мы смотрели на Педринь, видите, у него огромное количество матчей, где он, типа, никто. И вот в этих матчах он часто играл либо центрального нападающего, либо правого вингера. Если мы посмотрим... Как бы это сейчас выйти побыстрее? Наверное, 19-20. Парнаемцы. Фига, у них народу было, конечно, в 2020 году. И где здесь Педриньо? А, номер нет. Короче, что я хотел показать. Я хотел показать, что за Парнаемца Педриньо играл под 11 номером. То есть это не семерка, не девятка, не десятка. Это 11 номер. 11 номер в Бразилии – это наконечник. Это игроки штрафной. То есть ему конкретно, вот он, выходя из школы вот этой Парнаемцевской, он котировался как нападающий. Вот как центральный нападающий. Потом его уже оттягивали назад. Но здесь, к сожалению, нету номера у него. Выложили Лока ТВ на Ютубе видос с Педриньо. Да, давайте посмотрим. Одна из тех вещей, которые я хотел глянуть, посмотреть вместе с вами. Так, давайте я пока скрою. А то мало ли что у меня там в предложке. Хохотать будете надо мной. Добро пожаловать в Москву, в Локомотив. Какие впечатления от первых часов России? Женский голос. У нас появился новый корреспондент. Девушка для Лока ТВ. Я знаю Машу добрую, но она больше вроде фотограф. Спасибо. Я очень сочетался в городе. Я очень хорошо получил. Люблю интервью с субтитрами. В какой-то момент ролики на Локомотиве на Лока ТВ стали дубляжом. И меня это очень сильно бесило. Хочется слушать, как человек говорит, как он формулирует мысли, а с субтитрами читать. Мне это нравится. Я очень счастлив и мотивирован по этому desafию. Расскажи про перелет до Москвы. Долго добирался? Ну да, путешествие было немного, много часов. Я немного длится, но мы хорошо. Спасибо Богу. Кстати, смотрите, еще буквально вчера он был в Бразилии, 100% совершенно точно, еще вчера он был в Бразилии. И то, что он фактически за сутки смог добраться из Бразилии в Москву, это все-таки хороший знак. Да, то есть я думал, что сейчас из Москвы в Бразилию, из этих пересадок в Катаре или где-то, то полтора суток понадобится, двое суток понадобится. Но он за сутки пролетел и сразу в автобус Воронеж. Это круто. И... Ты прошел медобследование. Что скажешь? Но это не у него, надо спрашивать. И, кстати, у него еще зубы сразу в глаза бросились. Посмотрите на них, они такие прям белые, ровные. Какие ожидания? Я очень боюсь, я очень боюсь узнать структуру этого клуба, узнать моих новостей, и я тоже счастлив, и мотивирован. А вот и база. А вот и Томас Тсорн. А вот и Кристиан Меккель. Кристиан Меккель. 210 номер. Педро, кто из клуба первым на тебя вышел? Как ты узнал об интересе Локомотива? И какая была твоя первая реакция? Ну, я был очень хорошо, я очень рад, я очень рад. А что такое притiosco? А что сказали в семье и как отреагировали близкие на твой переход? Да, они были немного preocupados, но, тем самым, очень счастливы. Я уже поговорю с моей мамой и с моими друзьями, чтобы приехать сюда, потому что это очень замечательно. Вы слышали что-то о Локомотиве до перехода сюда? Вы знакомы с кем-то из бразильцев выступающих в Локомотиве или вообще в чемпионате России? Да, я знаю многих бразильцев на Руссии. Я не знаю немного о клубе, но я знаю, что это очень традиционное клубе, что у нас очень любимая команда. Я очень приятно с торцевыми. Я не знаю, что это время для встречи и встречи. И я знаю, что Локомотиве – это очень хороший клуб, который дает возможность для молодых игроков, так как я, Лукас Фассон, который здесь, и Гильярми, которые тоже есть бразильцы. Я не знаю, что это такое. Я надеюсь, что я надеюсь, что я очень хорошо адаптироваться здесь и получить хорошую temporada. Вы следили за чемпионатом России? Может быть, вы смотрели какие-то обзоры? Как я сказал, я смотрю с небольшим чемпионатом русского, но иногда вижу некоторые игры, Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно этот игрок? Савер Расскажи, пожалуйста, пару слов нашим болельщикам, приветствую Торседори, вы можете ждать меня, много желания, детерминация Они игроки, партия вверх Кстати, я не знаю, кто это И с этим я могу помогать моих компанеров в центре И я не знаю, что вы узнаете Надо будет смотреть, присмотреться Есть у меня там какие-то буквы, по которым можно определить Ну, неплохо, прямо скажем Прямо скажем, неплохо Приятный парень, хорошие ответы Да, без каких-то там откровений Но По крайней мере, не с трудом подбирает там слова И Вроде положительно настроен, все время большие пальцы показывал Молодец, молодец Ну, ждем от него креатива, ждем от него бразильскости Сейчас Локомотива очень сильно не хватает бразильскости Очень все по рельсам Очень все шаблонно Штамповано По-немецки А Быть полностью Короче, в футбол нельзя играть по рельсам По шаблонам В футбол надо, чтобы Было Два-три игрока Которые ломали систему И Тогда к тебе соперник Не может подстроиться Он слабее Караскаля Но смотря в чем Караскаль Игрок с очень ярким дриблингом Уровня Караскаля Дриблинга Непосредственно дриблинга Я думаю, что в РПЛ нету И Педринью тоже не такой игрок У него есть дриблинг Он неплохо ходит в обводке Давайте, кстати, тоже А, нет, не могу вам показать Могу вам Все, проверю У меня есть эта картинка или нет Наверное, есть Давайте я попробую ее вставить сейчас Картинка, картинка, картинка Иллюстрация Я не знаю, увидите вы что-нибудь в этой картинке Я ее буду вам мотать Короче, это сравнение Нескольких игроков по своим статистическим показателям Это Араскаета Как, на мой взгляд Топовый Крайний полузащитник Из того же чемпионата Из которого приехал Педринью Непосредственно сам Педринью Караскаль Как лучший, на мой взгляд На данный момент Крайний полузащитник В чемпионате России И Матеус Мартинс Как альтернатива Педринью Которую мы могли приобрести Слухи по нему Очень активные ходили Вот И мы видим здесь По цифрам Что Вот, например, у Караскалья Успешные действия в атаке за 90 В 8.35 Он прям Очень много в атаке Времени проводит Но И у Педринью 6.13 Довольно Интенсивно Довольно неплохо По Иксжи Чуть меньше Что у нас тут еще есть Вот, собственно Обводки за 90 Мы видим то, что У Караскалья 9.94 Почти 10 Обводок за игру Это очень круто Но у Педринью 7.57 Очень весьма 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 Любит идти в обводки И у него Это получается С успешностью 54.5 Например, Матеус Мартинс Ходит Гораздо меньше И при этом у него и получается Гораздо меньше Так что В этом плане Все Довольно Неплохо Что тут еще есть Касание в штрафной Все Более-менее на уровне Продвижение мяча 4.77 4.77 Это вот как раз То Про что я Вам Говорил Что Любит Брать мяч И идти с ним вперед 4.77 Это практически На единицу больше Чем у всех остальных Что тут еще Есть интересного Для вас Ну не знаю Удары 71 удар За 92.69 У Караскаля Больше У Педриньо Ну Тоже Немало Да 2.69 удары за 90 минут Любит бить Не всегда попадает Потому что Вот 38% Это не то чтобы прям Какой-то супер уровень Но Но неплохо Зато если когда попадает То 11% реализации На 2 практически Ну полтора процента Это лучше чем у Караскаля Это много Ну короче как то так Это обратная сторона стратегии Это вопрос задавался Когда я говорил о том Что мы не купили Яркого исполнителя Который что-то зарешает Не согласен Потому что стратегия Не говорит нам о том Что мы не покупаем Ярких футболистов Тот же фасон Пришел И я вижу Яркого футболиста С яркими возможностями Но это в обороне Вот что-то подобное Да опять же Кухта к нам приходил И Кухта Завозил И Кухта был Ярким футболистом С яркими Характеристиками Сейчас К сожалению Здесь вопрос не в стратегии Здесь вопрос в том Что в принципе Качественные футболисты В Россию Едут с огромным трудом С огромным просто С огромным нежеланием Хотя вот Педриньо говорит о том Что в Бразилии любят Россию И он не раздумывал о переезде Но С другими футболистами Почему-то это так не работает Вот Матеус Даво Предпочел остаться во второй Бразильской лиге А не ехать в РПЛ Скорее Баринов внизу А Карп вверху Нет Карп Это Точка опорная На которой все остальное держится Баринов пускай И Где-то бегает И помогает Вроде это она Ну окей Раньше часто были выпуски Когда субтитры Слишком быстро Переключались Сейчас стало лучше Когда Игрок очень быстро Говорит Есть футболисты Которые быстро Разговаривают И Особенно Это Есть языки Такие Вот Интервью с Бекой Было такое Что Бекой сам Достаточно быстро Говорит И Язык такой Что ты вроде говоришь Какое-то слово А перевод его Он довольно Обширный Да И из-за этого Тебе нужно гораздо больше Слов вместить Чем на самом деле Сказал Бека Просто потому что Таких вот прямых аналогов Нету Ну да Ну Педриню говорит медленнее Сто процентов медленнее Чем Бека Такой рассудительный С расстановочками Но Но понимает Что хочет вообще сказать Был уверен что Педриню к нам до воскресенья Понедельника лететь будет Но видимо он был готов сорваться Сразу Как только подтвердилось Все Аэрофлот сейчас разве не летает В Южную Америку Насколько я знаю Прямых рейсов Из Москвы Куда-либо Вдаль Их просто нету Потому что Огромное количество Пространства Воздушного Для России Закрыто Поэтому Есть Там условные Перевалочные пункты И из них Ты уже летишь Куда тебе надо В данном случае Я почти уверен Что летел сейчас Какие-нибудь Эмираты Арабские И Митай И Педро Приехали в белых штанах Смотрел Обзор ФНЛ 2 Все Бразильцы умеют играть В футбол ИМХО Ну Не люблю Абсолют Да Поэтому 95% Бразильцев И Умеют играть Футбол Это слишком Размытая характеристика Я бы сказал 95% Бразильцев Технично Обращаются С мячом Они его Чувствуют ногами Они чувствуют Как нужно ногу Подставить Какую нужно ногу Подставить Чтобы мяч Сделал то что они хотят Это вот Природная вещь На уровне генетики Видимо они как-то Вот Ноги свои Лучше чувствуют Чем другие Нации И в этом Величие бразильского футбола Белый как Кобела В красе был Надеюсь уровень будет такой же То что он вообще какие-то ответы дает После такого длинного перелета Уже чудо Если занимается хотя бы часа 3-4 Я уже весь Следующий А если занимает хотя бы часа 3-4 Я уже весь следующий день Отхожу Но Не знаю У меня не было такого Я летал в Китай Прямым перелетом Это было Туда По моему часов 9 Обратно Соответственно больше Не знаю Я не чувствовал Все говорят про какие-то джетлаги Я себя нормально чувствовал Да Конечно Странно Ощущать Что там Не знаю Разница часов 6-7 была На Хайнань Я летал Странно Ощущать Что где-то там совершенно другой Часовой пояс Но Мне было нормально Любит тащить мяч Педриньо Это в каком-то смысле Замена Бекки Да, но Бека Тащил мяч И мог Соединить оборону С атакой А Педриньо Это все-таки уже атакующая фаза Это будет хорошо В быстрых атаках То, что Педриньо Умеет с мячом Вылетать И обводя соперников Добегает У чужой штрафной площади Хотя Если он будет терять при этом Мячи Я буду на него очень сильно ругаться Но Бека Чем был хорош Да, это тем, что он мог Из Опорной зоны От своей штрафной Протащить мяч вперед Перейти Первую линию обороны Соперника И дальше уже распоряжаться Мячом Педриньо не будет проходить Первую линию Педриньо будет уже как раз Принимать мячи Между Там первой И второй линии обороны Какое преимущество игры В три защитника Мы отказываемся от прессинга И начинаем играть в футбол Николича Да нет Не обязательно Да и Ну слушайте Куча примеров Как Играют в Европе В три защитника В очень интенсивный футбол А если мы возьмем Сампаули или Бьелсу То это В принципе Футбол с прессингом Возведенным в абсолют То есть три защитника Тоже Да, если мы говорим про схемы Про Бьелсовские схемы То Сейчас Да, то мы Будем играть Ну как бы Да, представим Что неожиданно к нам приезжает Сампаули То мы будем играть Вот что-то вот подобное Да, то есть это 3-3-3-1 И все друг друга Заменяют Что Едвай может оказаться здесь Баринов может оказаться здесь Скорпукас может пойти вперед Керк в центре Вот такая вот Взаимозаменяемость И это вот Как бы Если у тебя игроки так могут играть То ты Ты чемпион мира И Поэтому в частности Бьелса Да, он против нас Помните Вот этот вот атлетик Бьелсовский Это же феноменальный был просто Просто феноменальная команда Где у тебя С позиции центрального защитника Как его Хави Мартинес Руководил игрой Ходил вперед На его место Опускался там Один из центральных Полузащитников В атаке Все просто какой-то хаос Створился Муниаин Сусаета Ну только вот Как раз был Фернандо Льорента Который Был таким вот Наверху Якорем Вот его позиция Никак не менялась Были два по краям Аморибьета И Микель Санхосе Которые тоже в общем-то Ну охраняли кукурузу Никуда особо не ходили Вот А Хави Мартинес С позиции центрального Защитника Делал вообще все что хотел За что и был куплен Затем в Баварию Короче я фанател от этого Так что ну Как бы три центральных защитника Вообще никак не заставляют тебя Отказываться от прессинга Зачем нам три центральных Защитника Я думаю что из-за Того что В два центральных Защитника Ну как бы вот Как бы я бы сделал Да я бы тоже перешел На три центральных В два центральных Защитника У нас нету Игроков Которые сохраняют Концентрацию 90 минут Раньше я думал что у нас есть Хотя бы Макеев И он в паре с Едваем И он в паре с Мампаси Будет сохранять Эту самую концентрацию И выносить Мячи из штрафной Но вот мы видим Два матча подряд В которых Именно Макеев Именно Макеев Именно Макеев Привозят мячи Причем тем что Не сохраняет Концентрацию В одном случае Ему ударили в глаз И он Не смог Мяч выбить Отсутствие концентрации Да Мне ударили в глаз И поэтому я не буду Четко и конкретно Выбивать мяч в аут А в матче с Париенен Просто мимо мяча Машет при угловом Макеев мне нужен именно Ради этого Вот Поэтому три центральных защитника Ну есть надежда Что даже если там Не знаю Едва и махнет Мимо мяча У тебя как минимум Есть Кузьмичев Метай Да то есть едва и там где-то Обосрется А у тебя все равно два защитника есть А раньше Был только один защитник Который при этом находился Где-то в другом конце поля Я к тому что ярким ты можешь быть Но если это идет против установки Скорее выберут установку А не твой стиль Ну не знаю Почему Ну вот есть и Сидор Довольно яркий футболист Да нет Ну как бы Стратегия и система Она поощряет Индивидуальность Потому что Мы должны выращивать Индивидуальности Наоборот Мы только рады будем Если они будут Индивидуальность проявлять Вот здесь мы просто Ну Взяли Педриньо Ну надеюсь Что он себя ярко прокажет Просто на данный момент Нету Прям серьезных предпосылок Для этого Я даже по Матеусу Мартинцу У меня было бы больше ощущений Что он может Вдруг неожиданно Оказаться ярким талантом Потому что он в сборной Бразилии Потому что ему 19 лет Потому что он уже сейчас Свои 19 лет Довольно неплохо Накручивает всех В Флуминенце У него есть слабые места Есть определенно Но тем не менее Есть и надежда На то что он прям Ярко себя покажет С Педриньо Есть надежда Но Гарантий этого У меня меньше Как там Бека в Ницце Не смотрел Ну Вот матч Который Вчера был В рамках Лиги Конференции Нет не смотрел Я вообще вчера Весь футбол пропустил Только подключился Кузьмичев Глупое приобретение Почему Кузьмичев Неожиданное приобретение Но непонятное приобретение Потому что Оно никак не Объяснялось Не описывалось Не готовилось Просто вдруг неожиданно Мы почему-то Решили купить Кузьмичев В этом плане Единственное в этом плане Что меня смущает Сам Кузьмичев Как игрок Мне очень нравится Ну не очень Но мне нравится Игрок Кузьмичев Если брать Спроси меня Артем Давай Вот нам нужен Молодой центральный Защитник Назови фамилию Я бы первую фамилию Назвал Женю Морозова И сказал Давайте вернем Вторую фамилию Я бы назвал Кузьмичева Потому что игрок молодежной сборной Игрок Ну хороших габаритов Для защитника И при этом Ну у него Нормально все С пониманием игры С техникой С надежностью Прошлый сезон Урал Который боролся За выживание Благодаря в том числе Кузьмичеву В обороне играл очень здорово Там его Реально Никто не мог пройти Вот Но зачем он нужен Кто нибудь бы мне объяснил Если мы В манче с Файкелом Выходим в три центральных Защитника Я вообще все Окей Все понял Отлично Вопросов больше не имею Действительно Если мы переходим на игру В три центральных защитника То нам нужен Еще один ЦЗ Потому что у нас фактически Только трое Центральных защитников И остается Это Едвай Это Мампаси И это Макеев Митай Может сыграть В опору В ЦЗ Баринов может сыграть В ЦЗ Но это не то чтобы прям Их основное место деятельности Вдруг Кто-то вылетает Все Проблемы Едвай Вылетит Просто банально некого ставить Придется Барина вот Стаскивать вниз А у нас с опоркой Проблемы Туда мы тоже никого не купили Нет С три ЦЗ Окей Я согласен что действительно Нужен еще один ЦЗ Я все же дико боюсь Что Изи домой собрался И дело не в травме Так окно закрылось Куда он собрался Педра взяли ему на замену Ну то что Исидор от нас уедет Как бы бояться не надо Вы должны к этому привыкнуть Что игрок у нас играет там год полтора два Максимум два И уезжает Если он молодой Потому что в этом случае его пик стоимость Ждать что цена вырастет на третий год Не приходится Поэтому да Ну Исидор уедет Вряд ли он уедет этой зимой Может быть Но вряд ли Но в следующем летом Я бы уже ожидал точно его отъезда А так Ну сейчас он точно не уедет До зимы он точно с нами Залечивает плечо Это тоже факт Не знаю Видели вы не видели Но Есть Вот это замечательное видео Про которое я говорил На стриме С воронежскими ребятами То она будет теперь целый год здесь Да Вот есть тренировка В баковке Вот у него в руках Вот это вот фиксирующее плечо накладка Где-то тут была еще фотография Да Вот она видите Ну типа было бы странно Если бы они ради показухи Давали вот эту фотографию Типа блин Исидор Надень-ка вот эту вот хрень себе на плечо Чтобы мы не это Не выглядели глупо с твоей травмой Так что нет Я Ну типа это Совершенно точно Что у Исидора травма И он Желает себя проявить За локомотив А все ваши эти Очередные пугалки Давайте к Керку подойдем И спросим Хочет ли он уйти из локомотива А то уже сколько не спрашивали у Керка Неделю Полторы Мне кажется он соскучился по этим вопросам Так Что ждешь от Педриньо От Педриньо Жду Что он добавит Тонкости В игре локомотива Неожиданных решений Бразильских решений Когда ты Делаешь то Чего никто от тебя не ожидает Делаешь тонкую передачу Либо неожиданный удар Но точный удар Вот этих вещей жду Потому что сейчас У локомотива много возможностей Для того чтобы забивать Но тонкости в решениях Да Мы видим как мяч катится на Живоглядова И Живоглядов Выше ворот по центру Живоглядов Не бразилец Вот если Педриньо будет В таких моментах Брать щечкой Подставлять И мяч по дуге Будет в дальний угол залетать Я буду очень рад Сейчас добьем его автобусом до Воронежа Ну я написал в чатике Что если он выдержит Путешествие в автобусе до Воронежа И не начнет ныть Значит парень наш С нормальным характером Если он сейчас разноется И скажет что Блин Я вообще этого не ожидал Какой автобус Значит Значит Педриньо Могли купить Кузьмичева Чтобы Макеева в опорку поднять Из-за того что не удалось взять центр дефа Центр центрального полузащитника Да я об этом сказал Что это второй вариант При котором Тоже в принципе Ну Вероятно Почему это так Что типа Мы не смогли купить центрального полузащитника Возможно Мы туда передвиг Будем передвигать По необходимости Макеева Тогда нам нужен еще один центральный защитник Но этот вариант мне не нравится Потому что Ну здесь проседает качество игры Если мы Макеева двигаем центр полузащиты Но это Ничем хорошим Не закончится Перелетов 4-5 часов Хуже переношу Чем 7-9 Разница в комфорте Перелета большая Межконтинтальные рейсы Это другое Все же по уровню Ну Я Не часто Летал на 7-9 часов Один раз Это было Не просто Это было тяжело На самом деле тяжело Потому что это был Огромный лайнер С Сколько там Ну если в обычном Шесть Мест Три и три Плюс проход посередине То здесь было два Проход Четыре Проход И еще два Или даже не четыре Может быть пять Ну короче По центру Много сидений было Вот И было очень много детей Которые орали Не пристану Вообще шум гвалт Был тяжелейший И Ну просто Ты сидишь Семь часов подряд Восемь Девять часов подряд Тяжело Поспать Тяжело Вообще чем-то заниматься Ну такое Вот На четыре пять часов Приходилось Слетать часто Я нормально Переношу У меня У меня видимо с полетами Нормально Самый первый мой полет В Чехию Был тяжелый Я впервые летал Мне было там Двадцать пять Двадцать шесть лет И Толком не знал Как это все переносить И у меня Жестко заложило Ухо И потом Очень сильно оно болело Голова болела От этого Три дня Я Ходил с больным ухом Но Потом Научили меня Как справляться Со всем этим И дальше Организм тоже уже привык Понял Что такое с ним Периодически будет случаться В дальнейшем Тим Тебе не кажется что Керк почти все время У нас какой то Тяжелый Кажется Да Действительно есть такая Штука Что К сожалению я не вижу Легконогого Свежего Керка Который убегает От соперников Стабильно Иногда Включается Скорость Иногда Может протянуть Мяч И Вроде как Визуально кажется что Блин ну что то он какой то Тяжелый Но он потом брас И вдруг Обгоняет Соперника Который пытается его догнать Прокидывает мяч Каким то неуловим движением Но Это не на потоке Это не систематично И это меня Тоже Серьезно Смущает В целом В целом Меня очень Смущает То как прошла Физическая подготовка Этим летом Да По Зиме Да По Керку тоже были вопросы Что он тоже был каким то Тяжеловатым Но То как сейчас Прошла подготовка Я Вообще прям У нас в принципе Нету ни одного Свежего футболиста Который несется Да там Ни Сидор Ни Камано Ни Керк Как то все Такое ощущение что Какая то легкость Из ног Пропала И не могут они ее найти Схема Схема В три центральных Повышает нагрузку На края Митай Вывезет край А живоглядов А живоглядов в моей схеме Вообще нет У Сити крутая механика игры Но как раз с лидерством проблемы Ну Лидер там Пеп Гвардиола Кузьмичев Закроет дорогу Мампасси Ну Мампасси Будет тяжелее попасть в состав Определенно Тебе не кажется что из всех Кого мы покупали только Исидор более менее Прогрессирует и радует Та нет Не кажется Ну Кого мы еще покупали Ну Тик Низян Хорошо Начинал так что над ним Все смеялись В локомотиве сейчас Нормальный абсолютно Левый Защитник Кто Ну едва И мы Сложно ждать от едва Прогресса От Керка тоже сложно ждать Прогресса Бека Спрогрессировал Уехал за Тринадцать миллионов За двенадцать плюс А кто еще Кто еще должен был спрогрессировать Но не спрогрессировал Мампасси Да тоже От Совершенно Ошибающегося Не понимающего Как играть в футбол Игрока Сейчас Нормальный защитник Просто Да у него бывает Какой-то Какой-то Клин В голове Но Из девяносто минут матча В восемьдесят девять он отыграет На очень хорошем уровне Хорошей передачи Раздаст Ни одну борьбу не проиграет Просто почему-то у него Есть непонимание с тем Куда летит мяч То есть Он не всегда правильно траекторию оценивает Ну С опытом придет Но Мампасси точно прогрессирует Да нет Не знаю Нет такого Я бы Ну я бы не сказал что Исидор спрогрессировал Да Исидор к нам пришел сильным футболистом И остается сильным футболистом Здесь Странное Да Не было такого что Исидор был Так себе Ну что-то не то А потом бац И оказался сильным футболистом Он же сначала Выдал свою эту серию Забивную Семи матчей подряд А уже потом Что-то вот у него не пошло Травмы Какие-то Нереализованные Матчи без голов И так далее FIFA разрешил приостанавливать Исидор на это не пойдет О чем уже 2 миллиона раз рассказал Разочарован что не взяли Napa И Ваню уже Игнатьева рассматривали как основного форварда Разочарован что не взяли Napa Но видимо Посмотрев на Игнатьева в игре Решили что Больше нужен человек С обводками И Импровизацией Я все-таки Хотел бы Больше Нападающего Который Четко стабильно Кладет мячи Можно сравнить Педро и наших игроков На его позиции Керка и Камано Сейчас нет Сейчас не могу сравнить Мне для этого нужно будет Отключить Трансляцию Может Педрини как Фарфан После длительного перелета В автобусы На добивание Незабитого пеноля На 90 плюс Тебе не кажется что то что происходит с Баррой Это не столько последствия травмы Сколько не отъезда в Валенсию Что на поле Что на вручение премии Он производит впечатление игрока Который утратил мотивацию Мне не кажется Что Баррин Производит впечатление игрока Который утратил мотивацию Я вижу Довольно Заряженного чувака У которого Который не очень Понимает Во что ему играть Что он должен Делать на поле То есть вот Барри очень сильно Не подходит Этот футбол с прессингом То есть Бара это футбол Палыча Бара это футбол Николича Футбол в котором Ты защищаешься И Отдаешь там Передачу на убегание Бара в футболе В котором тебе нужно прессинговать Закрывать зоны Перехватывать мячи Самому бежать вперед Забивать в чужой штрафной Он не понимает Что ему делать Он вроде бежит Он вроде старается Он вроде перехватывает мячи А толку от этого никакого нет Он не видит Вклада своего в игру То есть у него Ну нормально с перехватами Если мы посмотрим матч Мы увидим Что у Бары нормально с перехватами Нормально с отборами Но Он тратит много сил А вклада своего в игру Он не видит Потому что ну чё Я отобрал мяч А дальше что Мы всё равно не забиваем И это Мне кажется на него сильно давит Что он не понимает Во что он играет И зачем он на поле А Никто этого не понимает По сути А заменить его нельзя Мне кажется что у нас Слишком практичные Прямолинейные крайки Камано и Керк Я понимаю о чём вы говорите Я думаю что не совсем правильно Слова подобраны Потому что назвать Керка Прямолинейным Тяжело Но И тонкости в игре Керка тоже нету Да вот То есть вот этих вот каких-то Неожиданных Передач Которые Разрежут всю оборону Которые ты блин Как она прошла Вот такого у Керка нету Хотя да Керк там Повозит Примет какое-то Неожиданное решение С обводкой Вот это всё у Керка присутствует А вот Тонкости Бразильскости Нету Вот этой вещи Да Той вещь как например Рифат Джамлединов Может отдать передачу Которая вот Блин нифига себе Вот это может пройти Вау Вот этого Керк конечно Никогда не отдаст Вот проблема Спартак классно сработал с кейта Бальде А нам бы хотел его если бы мясные не взяли Подошёл бы он нам Я был бы не против если бы Бальде появился в нашей команде Вместе с остальными ребятами То есть если мы бы взяли Бальде и всё на этом То нет я бы Ну это не было бы для меня решением всех проблем То есть между Бальде и Педринью в целом Разницы для меня большой нету Чуть-чуть там Бальде может сделать какие-то определённые вещи Которых Педринью не может сделать Ну и Педринью соответственно тоже Будет делать вещи на которые Бальде вообще не приспособлен Давайте раз уж мы зашла речь про Спартак Давайте вернёмся к нашим баранам И посмотрим трансферные окна других команд Довольно быстро чтобы не удлинять этот стрим в 2 часа ночи Начнём с лидера российского чемпионата С Санкт-Петербургского Зенита Сейчас страничка откроется У Зенита всё просто Они никого не продали Кирилл Кравцов уехал в Сочи за 835 тысяч евро Но Сочи для Зенита это из правого кармана в левый Точно так же и лучшие приобретения Зенита Зенита это Матео Ксиера и Родригао Ксиера отличнейший нападающий из прошлого сезона Родригао наверное лучший защитник прошлого сезона Оба переехали из Сочи в Зенит Ну имеет возможность Зенит забирать таких игроков по вот таким ценам Естественно из Сочи Родригао в локомотив за 3,5 миллиона евро и за 4 и за 5 и за 7 не уехал бы Вообще может быть вообще не уехал как только узнали что Зениту нужен этот игрок Увы ничего с этим не поделаешь Но усиление для Зенита получилось хорошим Центральный защитник нападающий Уехал Дзюба Больше толком никого не потеряли Окей Все у Зенита все отлично Зенит усилился Зенит будет вероятно чемпионом Динамо Очень интересная ситуация с Динамо Потому что Динамо сейчас называют чемпионом этого межсезонья Они накупили многих футболистов Но я не согласен Сейчас мы посмотрим И увидим то что Динамо По сравнению с тем что у них было Не стало сильнее Потому что у них уезжает Себастьян Шимански У них уезжает Никола Муро У них уезжает Клинтон Джи У них покидает команду Роман Евгеньев Фабиан Бульбуэна Гильермо Варелло Иван Ордец Это все футболисты основного состава Прям вот супер основного И если мы смотрим кого они покупают Они покупают Николаса Моричала за 4 миллиона евро Лучше ли Николас Моричал чем Фабиан Бульбуэна? Я думаю что нет Когда нибудь возможно он станет футболистом более-менее уровня Но для этого пройдет много лет Роберто Фернандес из Гуарани Чилиец тоже центральный защитник Лучше ли этот центральный защитник чем Иван Ордец? Ну Иван Ордец нормальный защитник Не хватает звезд с неба В лучшем случае В лучшем Само с большим натяжкой Мы можем поставить знак равенства Хотя Фернандесу опять же тоже нужно еще много доказывать Пока он некоторые матчи провел хорошо В некоторых матчах вот взял глупо удалился Например Но предположим знак равенства Но Фернандес точно не лучше Ордец Прямо здесь и сейчас Нгамалео из Янг Бойс Хороший парень Игрок сборной Камеруна Слов нету Действительно хороший Но у вас только что ушел из команды Клинтон Жи Разница между Нгамало и Клинтоном Жи Ну наверное есть Наверное Нгамало чуть-чуть посильнее Но Ну не какая-то пропасть Потому что Клинтон Жи Тоже игрок сборной Камеруна И тоже у него есть вот эти вот 42 матча 10 голов То есть Ну по большому счету Меняете одно на другое То же самое Дальше Милан Майстрович Но я так понимаю Что он еще не скоро перейдет Матиас Норман Окей Матиас Норман Сильный футболист Хороший футболист Игрок сборной Норвегии Но Матиас Норман Один Должен заменить Николу Моро И Себастьяна Шимански Один Норман Двух игроков А извините меня И Никола Моро И Шимански Это футболисты Тоже уровня Очень сильных сборных Моро сборная Хорватии Шимански сборная Польши И Хорватия И Польша Будут на чемпионате мира Норвегии там Не будет И Ну может Норман Один Закрыть две позиции Я сомневаюсь Норман хороший футболист Но не так чтобы Динамо заметила потерю Сразу двух крутых игроков Эли Даса Окей Капитан там сборной Израиля Хотя играл Витесе И Витесу судя по всему Не очень сильно был нужен Нормальный игрок Но ему нужно заменить Гильермо Варелло Который тоже Нормальный игрок Который тоже Ну не слабый футболист Извините меня Гильермо Варелло Сборная Уругвая Сборная Уругвая Или сборная Израиля Ну Мне кажется Что сборная Уругвая Посильнее чем сборная Израиля И вот В итоге Да Хорошие футболисты Но когда ты смотришь Кто ушел Из Динамо Ты понимаешь Что футболисты Которые ушли Как минимум Минимум Не Слабее тех Кто пришли А скорее всего Скорее всего Посильнее Потому что Тот же Бульбуйна Размен Моричала На Бульбуйна Ну извините Такое себе Короче Кстати Эден Карзев Прописан Что он перешел На самом деле Не перешел В итоге Так что Да Динамо Хороших футболистов Приобрело Но стало ли оно Сильнее по сравнению С прошлым годом Я очень сомневаюсь Что оно стало Сильнее по сравнению С прошлым годом Ну только если Не вырастут Футболисты Молодые Свои собственные Тогда да Если Тюкавин Станет сильнее Захарян Станет сильнее Гладышев Станет сильнее Саба Сазонов Вырастет Неожиданно Вот тогда да Динамо Станет сильнее Но трансферно Трансферно Они взяли Игроков Которые Просто Закрывают Те дыры Которые у них Образовались И скорее всего Ну похуже Футболисты Которые приходят В Зальцбург Тоже не сильнее Тех Кто уходит Да Поэтому Поэтому И поэтому Мы видим Вот такую Картину Когда Проходит Смена поколений В Зальцбурге Ну ладно Сейчас Ласк Проиграл Опустился Но Ну Никакого доминирования У Зальцбурга Нету Зальцбург Который Ну Обладает Бюджетом В десятки раз больше Чем у своих Преследователей Это проблема Для Зальцбурга То что Игроки Которые приходят Слабее Чем те Которые уходят И им нужно Тратить год На то Чтобы эти Футболисты Что-то из себя Начали представлять Как бы Да Ну В чем В чем вопрос И в Локомотив Будут приходить Футболисты Которые будут Слабее Чем те Которые уходят Дело в том Что Динамо И было сильными Топ 3 РПЛ Если они не слабее Сейчас То точно будут Около тройки Если говорить о том Что Динамо Будет плюс-минус На том же уровне Ну Да Динамо Сильное Динамо Должно быть Около тройки Хотя мы сегодня Видели Довольно странный Матч Усполнения Динамо И в целом Мне не нравится Как играет Динамо Йокановича Но По составу Да Динамо должно быть Около тройки Здесь вопросов нету Просто мы же говорим о том Что Динамо должно было Усилиться И теперь там Не знаю Бороться за что-то Более сильное Чем было раньше И вот с этим И вот с этим у меня Большие вопросы Что Но Опять же Это не вина Динамо Я уверен Что Динамо Хотелось бы усилиться Другими футболистами А не Теми Которые в итоге Приехали Это проблема Прямо того Что Ну Очень тяжело Сейчас игроков В Россию завозить И даже Такие футболисты Как Мари Чал Это Верх желания И тебе Загибают Цену Там 4 миллиона евро Ну Какие 4 миллиона евро За игрока Который Ни одной Молодежной сборной Уругвая Не светился И В целом Ну да Играет там За националь Но почему 4 миллиона евро Откуда 4 миллиона евро Ну Тебе вот Ломят эти цены Спортак Москва Трансферы Здесь Все довольно Грустно Спортак Лихорадит Спортак Сам не очень понимает Что им нужно Ну понятно Из Спартака Два кучи народу Пришло Но Ну Мартин Спирейра Его выкупили И он Сломался Он Надолго Выбыл Судя по всему До конца года Не сыграет Антон Зиньковский Неплохое Приобретение Но Нет ощущения Что это Геймчейнджер Для Спартака То есть У них У Спартака И так Были нормальные края И Квинси Промес И Мойзос Правда Мойзос тоже сломался И вот В этом плане Актуальность Зиньковского растет Это Ну нормально Для Спартака Но все На этом все Потому что Миха Ну ладно Кита Бальде Тоже отметим Но Миха Мевля Это агония Кита Бальде Посмотрим Может быть Что-то из себя Будет представлять Но опять же На фоне того Кто покинул Команду Да Эзекель Понца Этот Где этот Йордан Ларсон Да Они толком и не играли В итоге За Спартак В последние полгода И Качество Их игры Сильно снизилось Но тем не менее Чисто по имени Йордан Ларсон И Эзекель Понца Ну два нападающих Все-таки Уровнем Не хуже Чем нынешний Кита Бальде Посмотрим Может быть Кита Бальде Вдруг вспомнит Как он играл Там 3-4 года назад Ну да Не ну А то что ушел Жигуа Пришел Миха Мевля Это Об этом вообще Говорить не приходится Но правда Спартак Это клуб У которого Который умудрился Усилить Отдав игрока Вот это тоже Нужно уметь Что Они отдали Максимилиану Кафрие И Одним этим Стали сильнее Чем были раньше Тут Тоже надо понимать Вот Ну и по сути Все Ну Мац и Рыбус Извините Подобрать Мац и Рыбуса После Локомотива Я не плакал В момент ухода Мац и Рыбуса Из Локомотива А Спартак Его забрал Окей Ну вот такой Видимо уровень Притязания У Спартака Нынче Низко оцениваю Уровень Селекции И Реально Вот какой-то Хаос Они сами Не очень понимают Что им нужно Кого они берут И зачем Они берут ЦСКА ЦСКА Довольно Спорная Трансферная Политика ЦСКА И тоже Команда Под жесткими Санкциями Не надо Про это Забывать Секунду И мы Да Ну загрузись Уже Давай И мы видим Тоже Огромное Количество Ушедших Футболистов И попытку Их Заменить Футболистами Пришедшими Да Ну Окей Караскаля Выкупили Он уже полгода Играет Караскаль Для ЦСКА Сейчас Важный Футболист Большое спасение Я в целом Не очень верю В стабильность Караскаля Мне кажется Что уже Вот как раз Последних играх Он гораздо Меньше влияет На игру ЦСКА Чем в первых матчах Но Все равно Остается Важным Футболистом Важные вещи Для ЦСКА На поле делает Виктор Мендес Я не понял Этого игрока Да То есть Он что-то пытался Что-то побегал Я пока Не понял Прикола Виктора Мендеса Может быть Во что-то Вырастет Адаптируется Но тоже Он уже не маленький 22 года Но пока Нет ощущения Что он там Займет место Мухина Или кого-то еще Ну Посмотрим Виллиан Роша Надежный Центральный Защитник Портимоненше Много игр В Португалии Здесь вопросов Нету Хороший Надежный А-ля Вот Федотов Выцепил Родригау Из Португалии Теперь Выцепляет Виллиан Роша Уверен То что Ну Качество Виллиан Роша Для ЦСКА Даст Они искали Центрального Защитника Ну Нашли Рошу Окей Думаю Что в целом Здесь Вопросов Нет Мойзос Мойзос Не знаю Я Прям вообще Не фанат Мойзоса Посмотрел Его игры Посмотрел Как он За ЦСКА Бегает Какой-то Нелепый бег Бразилец Опять же Это тоже О многом Говорит Да Что он умеет Играть в футбол Он умеет Там двигать мяч Он умеет Спасовать Но Для ЦСКА Наверное Это все равно Будет лучше Потому что У них до этого На левом краю Вообще Никто не играл Там Ваня Обликов Или еще кто-то Но Хотя Вот Обликов Точно не хуже Играл Чем Мойзос Которого они Купили Взяли в аренду Даже Короче Не знаю Я Я бы не хотел Мойзоса в локомотив Вот Что могу сказать Опять же Немолодой футболист Игрок 27 лет Ну Такое Ну Прям Прям странно Вот реально Для ЦСКА Брать вот таких Футболистов Странно Там В Португалии Ой В Бразилии Этих левых защитников Жопой жуй Я вам говорил О том Что в Бразилии Целое поколение Выросло Этих самых Бразилов Но Мойзос в России Ну как бы вот Мойзос Следующий левый защитник Из доступных После Гильермо Араны Педриньо в России Кто еще мог бы в России Оказаться Вот Матеус Дово Так что Нашли Эти Эленки Золотую жилу В России Теперь гонят Своих ребят Мне кстати Вот этот вот парень Понравился Кристиан Барлета 21 год Что-то в нем есть Вот мне понравилось Как он играет А так конечно Ну Тяжело Больше левых защитников Я тут кстати И не вижу Артур Энрики 28 лет Ну думаю Что это не то Что нужно Гильерми Ромау 24 года 400 тысяч Ну короче Понятно Саша Сдельер Из Партизана Тоже 27 лет Опорник Но он хотя бы Уже начал играть За ЦСКА Я не видел Кстати его игр Но говорят Что это было Не очень хорошо Что пока Адаптация еще нужна Что не успевает Он за Игрой ЦСКА Посмотрим Посмотрим Опорник ЦСКА Точно нужен И Милан Гаич В Милане Гаиче Все нормально За исключением Одного момента Милан Гаич Должен заменить Вот этого парня Марио Фернандеса И Ну Никто Не может быть Ровней Марио Фернандесу В нынешнее время Да Невозможно Сейчас в Россию Загнать Футболиста Который бы Был Лучше Чем Марио Фернандес В ЦСКА И точно то что он Значил Это просто невозможно Это сделать Взяли Милан Гаич Он что-то делает Что-то пыхтит Но продуктивность Около нулевая Я кстати не знаю В итоге он отдал Хоть одну голевую Да Одна голевая У него есть Ну При этом он Безальтернативен У него голевая В матче с пари НН Ну вот Кого потеряли Потеряли Якуби Йола Бистровича Магнусона Дзагоева Фернандеса Эджуки Сигурдсона И еще у них был Такой футболист Как Эджуки Назвал Эджуки Наверное назвал И был такой футболист Как Языджи Который им завез Весну Так что ну По сравнению С тем что потеряли Набрали прям Прям Слабых Футболистов Нравится Покупка Вильяна Роши То что нужно Отчасти Милана Гаича Просто потому что Ну нормально А ну Караскаль Караскаль хорош ФК Краснодар Здесь все Супер странно ФК Краснодар Который Находится В городе Куда не летают Самолеты И это Большая проблема Во первых Вернул себе Нескольких футболистов Те которые Уезжали И вроде как Должны были Разорвать контракты Вернулись В Краснодар И стали за него Играть В частности Кайо И Этот Этот Как его Как его Там Джон Кордоба Уже неплохо Уже неплохо Для Краснодара Дальше Михайло Баньяц Мне нравится этот парень Мне нравится Как он играет Мне нравится Как он мыслит Я думаю Будет ярким Футболистом Для Нынешнего Краснодара Где Тоже Очень Можешь браузер Зумануть Вам не видно Что ли Могу конечно Сразу бы сказали Михаил Баньяц Мне нравится Мне нравится Учитывая Что Краснодар Сейчас Вот тоже Команда Которая Немножечко Ездит По рельсам Немножечко Играет Схематично Баньяц Сможет И пробить Издаль У него хорошая Левая нога И передачку Отдать Неожиданную Нормально Для За 1,6 Миллионов Евро Получить Такого Футболиста Весьма Неплохая История Странно Кстати Что у него Нету Игр За Сборные Какие Нибудь Молодежные Но Я думаю Что это Не за горами Жуао Батши Из Шавеса Что Кто Это Шавес Я так понимаю Только Только Залетел В Чемпионат Португалии Находится Уже На седьмом Месте Кстати Кто Такой Жуао Батши Я вообще Понятия Не имею 24 года Ангола 2 матча Правый Полузащитник 1 плюс 1 Окей Ленин Кевин Каба Верда 2 матча Тоже Из Шавеша Опорник 1,90 25 лет Просто Как Какие Странные Люди Стали Залетать В чемпионат России Причем В команды Топ Уровня Это Я Блин Плюс Ботев Плавдив Это Но Фармклуб Из Ну Там Какие-то Армянские Связи У Галицкого Поэтому Они взяли Лусигуна Коронковая Индуку Из этих Трех Конечно Выделяется Лусигун Он уже И раньше Играл И вот Сейчас Начинает Раскрываться Быстрый Здесь Карьера Лусигуна FDC Виста Как раз Армяне Держат ее Забрали его Из Нигерии Отдали Во Фримад Который Тоже Из их Конторы Из Фримада Отдали В Ботев Который Тоже Из их Конторы Из этой Конторы Они Смогли Сбагрить Несколько Этих Африканцев В Краснодар А Лусигун Хороший Дерзкий Быстрый Понятно Очень сильно Ахмеда Мусу Напоминает Ахмед Муса Тоже был Резкий Быстрый Но С какой-то Придрую В голове Иногда Че делает Вот Когда у него Есть пространство Куда убежать Вот это его Игра Он сразу Блин Я умею Это делать Когда нужно Что-то Позиционное Совершать Что-то Умное Что-то Бразильское Это вообще Не про Лусигуна Но Опять же Все хорошо Для Для Краснодара Что по крайней мере Есть такой футболист Потому что Ну Не с Ионовым же С Иманеловым Атаковать Ну хотя бы Лусигун Вот Ну а уехали Уткин Вильена Мартынович Бутхейм Крыховик Газинский Покинул Краснодар Короче Краснодар Стал слабее Сто процентов Но при этом Умудряется Держаться на плаву За счет Жесткой стратегии Жесткой системы И Видимо Связей Которые у них Были еще С Академией Я не понимаю Как это работает Краснодар для меня Это просто чемпион Подскоком Я Я Я бы очень хотел Чтобы Локомотив Выиграла такие матчи Которые выигрывает Краснодар Да Когда Это у тебя Один против Два Пятнадцать А на самом деле Там в других Метриках Неандерстатовских Там еще и два с половиной У всяких опта То есть там Сочи Просто должен был Уничтожить Краснодар Краснодар Выиграл И Там В других матчах Мы Ну ладно С торпедой Все было хорошо С Оренбургом Тоже видимо Хорошо было С Динамо По нулям С Локомотивом Три ноль На Полтора Их же Вылезли Ну где-то тоже Еще один матч был Не знаю Сейчас найду Не найду В котором А ну вот Типа Два ноль семь На один сорок два Но при этом Три один У Урала выиграли Более-менее равный матч Там и те много создают И эти много создают А Краснодар Уверенно побеждает Ну здесь Спартак победил Потому что было удаление А ну вот Краснодар с факелом Два-два Еле-еле Факел отскочил При том что Факел был Опаснее Чем Краснодар Ну да Видимо с этого матча Запомнил И дальше Ну Матч с Динамо Меня Сочи Меня просто поразил Как они умудрились Выиграть эту игру Не имея толком моментов Так Что мы еще Можем Обозреть Ростов По Ростову Все Просто Ростов Не покупает Легионеров Но Ростов Там Сам Тренер сборной Поэтому К тренеру сборной Едут топовые Россияне Хорошие россияне И он из этих россиян Лепит Хорошую команду В частности Уткин В частности Камличенко И этого Достаточно Для того чтобы Ростов находился В верхней половине Турнирной таблицы Уткин Камличенко И Леша Миронов Которого купили Из Казанки За 250 тысяч евро Кстати Отмечено ли это Где нибудь В трансферах Локомотива Что Леша Покинул нас За 250 тысяч евро Ну-ка Что-то я не помню Там этой записи Надо проверять Где Потому что Из Казанки Ушел Потому что Не из Локомотива То есть На самом деле Баланс На 50 тысяч евро В пользу Локомотива Благодаря уходу Алексея Миронова Ну еще Каких-то там Ребят Тоже наверняка Какие-то деньги За них получены Ну короче Карпин Строит Российский Клуб У него это Получается Есть Огромные проблемы С тем Чтобы забивать С игры Но когда у тебя Есть Данил Уткин Который навешивает Их игру Матис Норман Фактически Бесплатно Уходит Хошемота Важная Фигура Был Алис Соу Ну не такая Важная Но все-таки Алмквист Очень важная Фигура Ну теперь Играют Россиянами Что Кого еще Посмотреть Сочи Никого Не взяли А у Торпеды Интересный У Оренбурга Интересная Трансферная Компания Была Давайте Глянем Ну Сочи Никого Не взяли Торпеда В итоге Накупили Всякий Шлаг Посмотрим Как они будут Играть Наверняка Все равно Сильнее Чем Наверняка Сильнее Чем Футболисты Торпеда Урал Так а Урал Че Кого взял Урал Тоже Никого Не взял Четыре Подзанавес Да там Так Ростов Все Локомотив Все Сочи Ну То есть Пощипали Самару Сорвели Коваленко Я так понимаю Что Коваленко Сразу отдали Да Они купили его Из Самары Я отдали Не знал Этого момента Что он Сочам Принадлежит Коваленко Классный Коваленко Хорошо себя Проявляет В Самаре Я думаю Что скоро Уйдет Куда-нибудь На повышение Вот А так Мусаси Сако Посмотрим Кто это Что это Пока Никакого понимания Нету 21 год Метр 88 Центральный Защитник Глянем Сборная Мали Все-таки Неплохо 19 матчей В чемпионате Бельгии Сочи Умеют Откапывать Неожиданные Варианты Но при этом Оказывающиеся Качественные Вот возможно Сесако Один из них В остальном Больше сказать Нечего Торпедо В итоге Игорь Савич Марио Чурич Стефан Шапич И Боян Роганович Кто эти люди Почему они должны Быть усилением Ну ладно Игрок сборной Босни Игорь Савич Один матч 21 год Метр 94 Ну то есть Это Это все Усиление Уровня Раканьяца Условно говоря И играют Соответственно В чемпионате Боснии Которые вообще Не чемпионат А так Пародия Марио Чурич Хорват Опорник Приехал Из Шибеника Шибеник играет В чемпионате Хорватии И я так понимаю Что просто Какой-то Аналог Торпедо То есть Это все игроки Ну придется На них смотреть Мы не знаем О них ничего Может быть Кто-то из них Окажется достойным Футболистом Но может быть Это просто Агентские Какие-то мутки И отмыв Очередных денег Центральный защитник Ростом 2.02 25 лет Из Чукаричек Будет ему Весело Ну по крайней мере Раканьяцу Будет чуть повеселее 118 матча 11 голов Благодаря своему росту Но Чемпионат Сербии 25 лет Там может Сыграть Кто угодно Примерно Боян Роганович 21 год Левый Защитник Тоже Из Чукаричек Ставлю Что лучше Из них Шапич Может быть Может быть Ничего про них Не знаю Никогда Никогда Их Не видел Не Не знаю Может быть Может быть Кто-то из них Окажется Сильным футболистом Ну проблема Торпеда Что у них Нет ни одного Сильного футболиста А так Хоть кто-нибудь Может быть В теории Окажется Посмотрим По крайней мере Это интригует По крайней мере Торпеда Решила Под занавес Под занавес Все-таки Решила Что имеющимися Футболистами Можно так С одним очком И остаться Видел Шапыч Мне кажется Что я видел Рогановича Просто потому Что я просматривал Левых защитников В Сербии Давайте Боян Роганович Попробуем В ютубе Вбить По-прежнему Я вам не дам Посмотреть Мою предложку Ютуба Но нет 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 У меня нет Открытых видосов С Рогановичем Видите Ничего из этого Я не смотрел Ползунки Не на середине Значит нет Значит даже Даже Рогановича Судя по всему Не смотрел Хотя по идее Он мог В мое поле зрения Попасть Потому что ему 21 год И у него есть Там голая Иглевая передача Значит когда открываешь Трансфер маркт Давайте Этот Эксперименты Блин Суперлига Сербия Топскорс Детейлд Двадцать один Двадцать два Ю Двадцать три Блин Далеко мотать Так Давайте Немножко Другую таблицу Здесь по моему Можно позиции Выставить Да Здесь можно Выставить позиции Сейчас мы Дефендеров Отсеем Лефтбэки Ю Двадцать три Нету Значит не попадал Значит не попадал Моё поле зрения Филипп Антоневича Я например Точно смотрел Ой Ладно Урал 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 Вы просили Урал Сильвия Бегич Ну для Урала Усиление Вместо Кузьмичева Не усиление Рай Влут Из Астаны Из этих всех Мне каштанов Понравился Как играет Ибраима Сесе Лазар Ранжелович Рай Влут Двадцать семь лет Метр восемьдесят восемь Играл В Астане По моему Не то чтобы Прям как-то Удачно Пять плюс один В четырнадцати матчах Ну Двенадцать голов Три В аэродивизии Два В кубке Казахстана Два В кубке Голландии Но там Первые стадии Это Ты просто Против пустых ворот Выходишь О Кстати Аэродивизия Шестнадцать Плюс семь Вот это круто Этого я Не видел Ну По крайней мере Шестнадцать Плюс семь В куйкине Три года назад В двадцать четыре года Это вообще не показатель В куйкине В серии А По нулям Он центр форвард Но что-то подозрительно Много он играет На позиции Атакующего Полузащитника Короче посмотрим Что из себя представляет Этот рейвлут Я не видел его Не знаю Но двадцать семь лет Это в принципе За пределами моих поисков Игрок из Астаны Но был хороший сезон Парень попал В автокатастрофу Погиб ребенок В другой машине Он под судом Сейчас Грустные истории Грустные Ломали И не таких Сильных Людей Посмотрим Ибраима Сесе Гвинея Опять опорник Но смотрите Сколько матчей Ну и Гвинея Повеселее будет Комоножки Играли где-нибудь вместе Да Даже недавно В общем Правым защитником Он там играл Неожиданно Комоно только нету Здесь А так Все отлично Ну Посмотрим Опять же Для Урала Любой игрок Попадающий По мячу Хотя бы Раз в три Раз Раз в три попытки Это уже Хорошо Лазар Ранжелович Правый вингер Один матч За сборную Сербии Да Я даже Читал о том Что этот матч Был против сборной России Глянем Глянем Я помню Как мне нравился Парень Который проезжал В по-моему Пари НН Зимой А в итоге Ни одного матча Не сыграл И уехал Разорвав контракт Глянем В Греции Даже не Из Олимпиакоса Олимпиакоса Это знак качества В Олимпиакосе Умеют ценить игроков Может быть Стоит Последить Но 25 лет Не для локомотива Фух Хорошо Что вы Понаписали За это время Ну надо заканчивать На самом деле Уже час 13 Два часа стримим Я уже до этого Два часа Постримил Так Имхо Бара Довольно прямолинейный Футболист Не совсем готов К роли Главного лидера команды Ответственности Выше готовности Похоже на то Ценбаур Может в корне Поменять нашу игру Понятия не имею Жималеддинова Не хватает Да Как умещать Педриню Керка Камано Изи И Меранчука Не нужно умещать Всех вместе На одном поле Если у вас Все сильные футболисты Умещаются На одном поле Значит у вас Очень слабая команда И она ничего не выиграет У вас Должна быть Вариативность И возможность Делать замены И возможность Опускать Разные составы Ну как бы Посмотрите на состав Баварии Как они всех Могут уместить На одно поле Никак Посмотрите Там не знаю На Ливерпуль На Челси На Ну Челси Наверное плохой пример Кто там Манчестер Сити Как можно уместить Всех сильных футболистов Манчестер Сити На одно поле Никак Должна быть конкуренция Они должны Расти в этой самой Конкуренции И бороться за место Какова вообще вероятность Кардинальной смены Игры Ценбауэра Понятия не имею Давайте дождемся Воскресенье Это хоть какое-то Нам даст Информацию Пищу для размышлений Я Много раз уже говорил Что ну Зачем Вы бежите Впереди Паровоза Зачем Вам это Попытки Угадать Попытки Предсказать Что-то Ну Два дня Вот Дойдем Посмотрим на факел И будем уже что-то думать От того Что мы что-то Предскажем Что-то угадаем Не изменится Вообще ничего Я скажу Я скажу Вам что Ценбауэра Перейдет На схему В три центральных Защитника И окажется Что действительно Перейдет Или Я вам скажу Что Ценбауэр Перейдет На схему Три центральных Защитника Мы выйдем На факел В два Ничего Вообще Не поменяется Нахрена Вам это Постоянная Угадайка Нужна Давайте посмотрим Давайте анализировать По факту И смотреть Как это работает И может ли Это работать Строить Как гадать На кофейной Гуще Без Каких-то Предпосылок Я вообще Не вижу смысла Этого прикола Родригау Больше не стоит Если по чесноку Ну Это лучший Центральный Защитник Прошлого чемпионата Стоит он Больше Или не стоит Мы Кверквелю В свое время Якобы Не продали За 20 миллионов Евро Как-то резко Динамо Из команды Из ФНЛ С молодежью Стала второй Командой РПЛ По цене Состава Да Почему Ну там Много Стоят Футболисты А-ля Захарян А-ля Тюкавин Интересно ЗП у Нормана Выше Чем у Шамански Плюс Мора Вместе взятых Вполне вероятно Потому что Шамански и Мора Приходили на Копейки Норман Приехал В Москву Покорять Нежели Футбол Играть Сочи Таксяк Начинал И вот Уже Одно Очко От второго Места Когда Надо Притормозить Конкурентов Зенита Все Начинает Работать Ну Сумасшедший Нобо Я не знаю Это просто Я даже не знаю С кем сравнить Нобо Который Любую Команду С любым Тренером Тащит Просто К медалям Чемпионата Федотов Ладно Гаранин С Точирином Ладно Бердырев Ладно Да насрать Вообще Там При ком Он в Зените Был Там Манчини Какой-нибудь Пофигу Давайте его Просто Феномено Надо было Рубить фишку И приглашать Его из Динамо Когда он Там В Динамо Прозебал И взять Его вместе Там С Игорем Денисовым С Ротенбергом Митай Точно Лучше Уже Сейчас Чем Мойзес Ну Пока Не точно Но Я Подозреваю Что Да Свободных Агентов Поздно Дэ Заявлять Две Недели Есть На Тех Свободных Агентов Которые Были Свободными Агентами На момент Окончания Трансферного Окна То есть Если Кто-то Сейчас Станет Свободным Агентом Взять Его Нельзя Но Если Он Был Свободным Агентом Условно Говоря Седьмого Сентября Восьмого Сентября Когда Он Закрывалось Трансферное Окно Этих Игроков Можно Брать Еще По-моему Две Недели Так Милсон На минималках Латинусов Брал Как Оренбург А Я Оренбург Не показал Оренбург Господи Оренбург Город Контрастов Габриэль Флорентин Архентинус Джуниор Иван Башич Зринский Мостер Джимми Марин Саприса И это Мой Новый Краш Среди Низов Турнирной Таблицы Потому что Он Он Хорош Джимми Марин Прям Мне нравится Как он Играет Футбол 10 матчей За Коста Рику Это что-то Да значит Он Выше Уровня Чем Оренбург Вот в чем В чем Поинт Диего Акоста Из Камаза Брайан Мансилья Из Рассинга Лукас Вера Из Лануса В аренду Классные Приобретения Латиноамериканцев И я думаю Что Оренбург Не должен Облетать В этом сезоне Хороший Тренер Личко Хорошие Иностранцы Реально Выше Уровнем Чем Ты ожидаешь От команды Типа Оренбурга То есть Торпеда Накупает Каких-то Вот этих Помойных Сербов Которые Может быть Кто-то Из них Выстрелит Но Лукас Вера Из Лануса Довольно Известная Фигура Он За Аргентину Ю-23 Вызывался Играл В этом Самом Ланусе В высшем Чемпионате Аргентины Не то Чтобы Прям Очень много Но 49 матчей 4 плюс 10 Это Хороший Уровень Джимми Марин Я вам Показывал Основа Сборной Коста-Рики Кого-то Из них Я еще Смотрел Тоже Из Аргентины Ю-20 Я не люблю Аргентинцев Да Я Небольшой Фанат Но Вот Когда ты Смотришь На то Что В Оренбург Попадают Футболисты Которые За Там Рассинг Клаб Сыграли 40 матчей Забили 3 гола За Виторий Сатубал 33 матча 3 иглевых Передачи Ну Это Выглядит Как Серьезное Усиление Посмотрим Что Из них Личка Выстроит Но Вот Мы уже Видим Что Оренбург Довольно Спокойно Справляется С Соперниками По Вот этому Низу Турнирной Таблицы Они легко Их переигрывают Вообще Проблем Особых Не испытывают Да С командами Топ уровня Есть проблемы Потому что Они пытаются Их прессинговать Прессинговать Толком Не получается Слабее Все таки По индивидуальным Характеристикам И даже Локомотив Их Выносит Вперед Ногами Я был Один Собрал Как Оренбург Да Ну Вот Вот Я За Этими Ребятами Интересно Смотреть В плане Того Что Оренбург Ничего себе За факелом Интересно Смотреть Потому что Они На неймами Играют Круто Оренбург За Оренбургом Интересно Смотреть Как Оренбург Умудрился К себе Затащить Этих Людей И Вообще Одна Из Самых Иностранных Команд Получилась Каштанов Понравился Цепкий Пользуется Возможностью Когда Можно Пробить Ну Да Урал Планирует Бороться За 13-14 Места Как тебе Новый Тренер Челси Это Провал Ну Грэм Поттер Я Как вы Знаете Небольшой Знаток Английского Футбола Но Я бы Никогда В жизни Не Убрал Тухеля Ради Британского Тренера Ну Окей Причуды Богатых Ладно Я Свободный Агент Конечно Хорошие 2 миллиона На трансфер Маркте У наших Трансферов И не только В ЦСКА Тоже Многие Пришли С ценой Полтора Миллиона И ниже На грушке Обсуждали Кампасы Из Лагуны Ты говорил Что там Вьются Голландцы В итоге Остался В Мексике Не поторопились Ли С Митаем Амар Кампас Так его По-моему Звали Да Лук Лук Сакампас Да Ради Фергюсона Не убрал Б Фергюсон Не англичанин И Фергюсон Я правда Не знаю Грэм Поттер Может быть Тоже не англичанин Вот я Сейчас В лужу Сяду И Фергюсон Не тренирует Амар Кампас Сантос Лагуна Да Так и не уехал Не знаю Поторопился Не поторопился Мне Амар Кампас Нравился И Это тоже Игрок Уже Национальной Сборной Причем 100% На него Цена Будет повышаться Но Как бы Митай Моложе На год Митай Уже Тоже Игрок Сборной Да Албания Это Менее Катируемая Сборная Чем Сборная Мексики Ну Не знаю Ну Я бы Конечно Амар Кампас Выбрал Будь Между Многим Будь у меня Равнозначный Выбор Если у меня Просто Нету денег На Амар Кампас То я Выбрал бы Митая Последние Часы Сантос Сантос Получил От турецкого Галатасарая А Сантос Лагуна Отклонил Предложение Ну Если Галатасарай Предлагал Деньги А Сантос Лагуна Отказалась То я думаю Что мы Просто Не могли Себе Это позволить Два с половиной Миллиона Видимо Предлагали Два с половиной Миллиона Плюс Писот Тысяч Правление Лагуны Хочет Пять Миллионов Помимо Того Что Не рассматривает Турцию Как Подходящее Направление Они Еще Блин Турцию Не рассматривают Как Подходящее Направление А вы Про Россию Говорите Тяжело Сейчас Турцию Тухелю Говорит Влока Вот Потеха Будет Хотя Бы Тедеско Уже Было Ничего Себе Тухель Это Конечно История Посмотрим Пока Вот Помните Я говорил О том Что Для меня Есть Важный Маркер Это Будет Литценбауэр Собирать Себе Новый Тренерский Штаб Он Не Собирает Себе Новый Тренерский Штаб По крайней Мере Мы Об этом Не знаем Вот Этот Чувак С Видоса Педриньо Может быть Это Новый Какой-то Помощник Про Которого Мы Ничего Не Знаем Такое Уже Бывало У нас Ремигиус Элерт Работал Его Только Через Месяц Мы Наверное Смогли Идентифицировать И то По каким-то Косвенным Признакам Но По крайней мере Нам это Не Объявляли А если Цинбауэр Не собирает Собственный Тренерский Штаб Возможно Действительно Какие-то Подвижки По Новому Тренеру Будут Через Какое-то Время Кто больше Нравится Николич Или Йоканович Николич Николич Мне нравится Больше Не знаю Я Я смотрю На Динамо Ну Хотел сказать Что мне Болевать Тянет Но Нет Но Это Просто Очень Слабый Футбол Это Футбол В котором Ты Пытаешься Бросить Мяч Вперед А дальше Твои Техничные Полузащитники Что-то Должны С этим Придумать Ничего Не Придумывается Да и Футболисты Не то чтобы Сильно Техничные Сильно Крутые Ну То есть Это Сильная Деградация По сравнению С тем Что было И это Грустно У Николича Все-таки Была Структура Николич Что-то Приносил Для локомотива В том числе С не самыми Сильными Футболистами После ухода Уже Алексея Миранчука Он все равно Добивался Того Что мы Ромб Построили Да Вот И начали Как-то В ромбе Очки Добывать Ну Я думаю Что Николич Посильнее Чем Йоканович Все Ребят Стоп Стоп Все Я устал Нам бы Тренера Вроде Кусейро Было бы Неплохо В целом Я думаю Что португалец Тренер Нормальная История Сейчас для Локомотива Была бы Встречаемся Завтра На самом деле Не смотрел Я какие у нас Матчи на завтра Но что-нибудь Мы должны А Ну ЦСКА Краснодар 17.30 Извините меня 17.30 Встречаемся Обязательно Смотрим Ну а Послезавтра Уже Факел Локомотив Три часа дня Стандартное время Мы уже привыкли В три часа дня Играть И Посмотрим Дальше Не знаю Останемся ли мы На Зенит Оренбург Не Не самая Интересная игра Но Ростов Спартак Я бы посмотрел Все До новых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok